Приветствую вас. Сразу хотел бы обратить внимание на противоречия, которые, как мне кажется, присутствуют в вашем тексте. Вы говорите о том, что хотели бы разобраться в себе. Вы говорите о том, что хотели бы разобраться в ситуации. Вот. Но спрашиваете, по факту спрашиваете вы. Немножечко о другом. Спрашиваете вы о том, изменится ли человек. То есть реально ли ему изменится. Вот. И, на мой взгляд, в этом заключается одно из противоречий. Потому что разобраться в себе, разобраться в ситуации подразумевает, наверное, все-таки разобраться в себе. А спрашивать о том, изменится ли человек, это все-таки, на мой взгляд, немножечко другая история. Это история о том, что вы хотите, чтобы мы вам сказали что-то про человека. И это, на мой взгляд, совсем не одно и то же. Дальше. А вы пишите о том, что, значит, человек эгоистичный. И что его хочу всегда в приоритете. Вот. Вы пишите, что браке 2 года. На данный момент у нас сын 10 месяцев. И я иду ребенка по нашему обоюдному желанию. Ну, что же. Давайте здесь мы с вами, пожалуй, в первую очередь рассмотрим следующий момент. Если браковые 2 года, то что между вами общего? Вот. Между вами. Конкретно между вами что общего? Вот. Это было бы очень неплохо, на мой взгляд, рассмотреть, что вас объединяет, что вас связывает, что общего между вами. Вот. Вот. Ведь как-то в браке вы оказались. Вот. И это было бы очень неплохо рассмотреть, это было бы очень неплохо увидеть. Вот. Потому что сейчас у вас есть определенные претензии и обиды. И обиды, это понятно. Но они вытекают из ситуации, которые происходили. Вот. А мне бы хотелось, чтобы вы увидели то, что все начиналось. И как? Все начиналось. То есть мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на ситуацию вот немножко под другим углом. Вот. А мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на... Эм... 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 Значит, ситуацию под тем углом. Эм... 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 Как вы выстраивали отношения. Вот. Эм... Со своим мужем на каких основаниях. Да? И, соответственно... Понимали ли вы... Например, что это за человек, вот, принимали ли вы его таким, какой он есть, или вы все время ждали, надеялись, что он изменится, что он будет, не знаю, каким-то другим, да, что он будет делать то, что вы, например, считаете, ну, правильным, нужным, важным и так далее. Вот, это очень важно. С начала семейной жизни муж проявил, да, вы пишите, я жду ребенка по нашему обоюдному желанию, вот, опять же, что для вас означает ребенок, да, какое значение придаете вы первому, второму ребенку. С начала семейной жизни муж проявил себя как эгоистичный человек, и его хочу всегда приоритетить не должно быть чем по отрывности семьи. Ну, такой человек, понимаете вы его или нет. Дальше, к родению ребенка готовила сама, все купила, оплачивала, работала удаленно. Отец ребенку подарил две игрушки при выпуске из роддома и на одну неделю, и все, финансово не помогает. Опять же, это такой человек, как бы, если его все устраивает. Мой за этот период приобрел две машины, открыл автомойку, попросил финансово помочь, помогла. А зачем? То есть, не кажется ли вам, что здесь вы потакаете вот этому самому эгоистичному поведению? У меня есть сын от первого брака, я его сама полностью обеспечиваю, учиться в выпускном классе, на репетиторов много брат. А это к чему? Это к чему? К чему? А к чему вы это написали? Я здесь могу сказать следующее, что первый брак у вас, получается, тоже распался. И, соответственно, раз у вас распался первый брак, раз у вас второй брак не ладится, то вполне может быть наличие сценарного такого поведения, сценарной модели поведения, вот, которое приводит к тому, что ваши отношения не складываются. И, соответственно, в таком случае, если это так, то нам нужно вот работать как раз именно с сценарным поведением, вот, и смотреть на то, как вы устраиваете отношения с... ну, с мужчинами в целом. То есть, каких мужчин вы выбираете, вот, ну, для отношений, каких мужчин вы выбираете для отношений. Как вы ведете себя с... ну, с... мужчинами, вот. То есть, это... такой... очень... очень... очень важный момент, как вы ведете себя... с... мужчинами. Ну, вот, какую позицию вы демонстрируете мужчинам, вот. и насколько эта позиция, там, условно говоря, соответствует тому... вы участвовал в жизни, вот, допустим, ну, как вы говорите, в семье, вот. Но при этом вы по факту, значит, сами... все делаете, сами, там, оплачиваете, ну, значит, кучу, ну, кучу, кучу всего и так далее. То есть, такое ощущение, что вы, вот, проявляете себя все время, так скажем, с позиции силы, вот. Вот. Вы проявляете себя все время, с позиции силы, вот. А-а-а, но при этом хотите, чтобы мужчина, а, был, а-а-а, ну, таким же. Чтобы он тоже проявлял себя с позиции силы, а-а-а, вот. А-а-а, где разместить себя, ну, вот, если вы проявляете себя все время, вот, ну, с такой, о-о-о, с такой позиции, вот. То есть это вот очень важно увидеть, очень важно это заметить. Вот. А-а-а, дальше идем. А-а-а, вы пишете, а, значит, а-а-а, так, летом были конфликты, после которых муж уходил на несколько дней и не интересовался сыном. Из-за чего, из-за чего конфликты, вы пишете, что мирились после уговоров в крови, как именно происходило вот это вот, а-а-а, ну, примирение, да? То есть вот, ну, как оно происходило, каким образом оно происходило, это примирение. Вот. Вот. То есть, а-а-а, значит, ну, ну, были ли выработаны какие-то элементы, а-а-а, какие-то, ну, решения, были ли выработаны, а-а-а, какие-то выводы из, а-а-а, конфликта. Или нет. Или просто вот помирились и все. То есть, то есть, ну, как, как вообще вы поняли, что, э-а, что, ну, как вообще вы поняли, что помирились-то? Вот. Э-а-а, со, э-а-а, со своему, э-а-а, со своему, со своим супругом. Вот. Это очень важный момент, потому что если, э-э, или, э-э, факту примирения, если, если факту примирения не уделяется, э-э, должного внимания, да? Вот. Вот. То примирение, по сути, ну, ну, вообще, вообще ничего, ничего не означало. Вот. А-а-а, так, э-э, в результате одной из ссор он меня ударил по лицу, когда сын был у меня на руках, это меня очень сильно обидело, но помирились. Опять же, что вы делали с обидой и как вы помирились? Недавно переехали из квартиры в частный дом, сразу пригласили его родственников, друзей, он хорошо провел с ними выходные, а вы хотели их приглашать? На следующий выходные поехали на юбилей к его маме, то есть получилось, что три недели без отдыха, в будние дни я с ребенком ночью работал. Ну, то есть есть ощущение, что вы вообще действуете на износ, да? То есть как бы, ну, вот, себя вообще не жалеете, о себе не думаете и так далее. Ну, вот. Ну, здесь сразу следующее, что если вы о себе не думаете, если вы привыкли вот так вот действовать на износ, если вы привыкли работать на износ, то очень, очень может быть, что вы выбираете как раз такого партнера, который вам бы в этом плане подходил, а подходит вам в этом плане партнер как раз, который думает о себе. Вот, потому что думать о вас, ну, нельзя, вы себя не бережете в этом плане, вот, вы о себе в этом плане вообще не думаете. Вот, да, вы можете, конечно же, все объяснять необходимости, вы можете сказать, что, ну, у меня как бы вот нет вообще выбора, да, то есть если не я, то кто и так далее, но это вопрос уже немножечко другой. Это вопрос скорее, ну, я бы сказал, что это вопрос ваших таких вот требований к себе. Вот, то есть я бы сказал, что это вопрос именно того, как вы к себе относитесь, это вопрос именно того, как вы себя воспринимаете, это вопрос именно вот, ну, именно такой, именно этот вопрос. Так, значит, в последнее время попросил его посмотреть за сыном, чтобы я полежал, он начал передразнивать, потом превращал в ссору, начал меня обзывать и проклинать. А, что вы, какой вы склад сделали в конфликт, вы? Когда я уже не справлялся с эмоциями, он сказал, что мне лучше собрать вещи и уехать в грубой форме. Ну, то есть конфликт перешел в стадию эффекта. Я ответил, что за аренду оплатил, и я уйти, и уйти в таком случае придется ему, он нашел чем было, оставил все вещи в документе, сказал, чтобы их выбросило. Спросил, когда долг вернет, начал орать, что никогда. Ну, это правда, что это вас волнует? Сейчас снегопады, приходится чистить двор и крыши, с коляской хожу гулять с собакой, это очень тяжело, я понимаю. Он не интересуется сыном, уж в крови попросил прислать свежее видео. Так интересуется или нет? Прошу помощи разобраться в ситуации, держаться ли мне за него. Ну, вы подскажите, в чем именно вам помочь разобраться. Одержаться ли вам за него, решать вам. Реально, лишь тот человек измениться когда-нибудь, начнет проявлять ответственность по отношению к своим близким. Вряд ли, если его все устраивает. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова